МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Ремонт многоэтажек, расселение аварийного фонда и отопительный сезон. Ответы на самые актуальные для осенней брянщины вопросы дала пресс-конференция для региональных СМИ. С журналистами пообщались заместитель губернатора Александр Жигунов и руководители профильных служб. Подробности расскажет Светлана Маркелова. Крыши, фасады, подвалы, инженерные сети. Больше 6 тысяч брянских многоэтажек попали по долгосрочную программу капитального ремонта. Рассчитана она на 30 лет и поделена на 6 пятилеток. Первая началась в 2014-м. На сегодняшний день по плану 2015 года у нас в работе еще порядка 150 домов. Более 300, 317 у нас уже официально сданы в эксплуатацию. По ним сняты все вопросы. Из этих оставшихся 160, большая часть уже в завершающей стадии работы. В последней зоне, в последней части домов, которым сейчас приковано общее внимание, где-то насчитывает порядка 50 домов. По ним сейчас очень плотно работаем вместе с департаментом, вместе с правительством. Ремонты финансируются из бюджета и так называемого общего котла. Минимальный взнос на капитальный ремонт, а это 5,5 рублей, в Брянской области самый низкий по ЦФО. Своих функций он уже не выполняет, а потому в 2017-м заметно вырастет. К 2020-му должна закончиться и программа по реконструкции и модернизации котельных. Приоритет номер один – уход от убыточных, дающих чрезмерное тепло и постоянно выходящих из строя одноконтурных котельных. Еще недавно их насчитывалось 64, сейчас – 42. Оборудование и котельные на сегодняшний день, которые находятся в Коммунэнергоуправлении, им по 50, по 40 лет. Есть своя проблема. Запускались они в те времена, когда энергоресурсы стоили копейки, никто их не считал. Есть чисто технические вопросы, которые мы должны решать и будем решать. И перевод котельных, и оптимизация их, естественно, как можно меньше затрат, реконструкция на дальнейшее, строительство новых, переход. До июра деньги на это в Брянскомунэнерго есть. Правда, лежат они в чужих карманах. По состоянию на 1 октября управляющие компании недоплатили за тепло 650 миллионов рублей. При этом личные обязательства предприятие выполнило, что удивительно, без помощи со стороны. По требованиям Ростехнадзора, 5% от общей протяженности сетей должно было быть замену. Поэтому в Брянской области впервые за последние годы общий объем замены сетей составлял 54 километра. Из них 42 километра приходилось на долю самого крупнейшего нашего поставщика тепла. Это ГУП Брянскомунэнерго. До конца октября должны закончиться ремонты теплотрасс, а до конца года капитальные работы в многоэтажках. Ущерб, нанесенный из-за несоблюдения сроков и технологий, так или иначе оплатят недобросовестные подрядчики. 9 исков на общую сумму около 10 миллионов рублей уже поданы в арбитраж. Светлана Маркелова, Владимир Шлободов, События Брянск. На пресс-конференции от нашей телекомпании прозвучал также вопрос, связанный с обращением в редакцию жильцов дома номер 38 по улице Белорусской. Ремонт кровли для них обернулся неприятностями. Из-за отсутствия водостока на время затянувшегося ремонта балконы нескольких квартир оказались залитой водой. Жильцы неоднократно обращались в подрядную организацию, но меры никакие приняты не были. Как только начиналась дождливая погода, людям приходилось заранее готовить ведра и тряпки. Капитальный ремонт кровли, который начался еще в июле, до сих пор не завершен. Как в июле месяце начали ремонт у нас, сняли с крыши, с нашего стояка, досточные трубы, толь сняли, доски кидали, это мы все видели. И все, на этом все закончилось. Потом начались дожди и заливает, прямо по нашему стояку, все время заливает вода. На вопрос, почему подрядная организация ООО «Омега» допустила подобную халатность и затянула сроки завершения ремонта кровли, ответил генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктор Горин. В конкурсах, как правило, принимают участие средний и малый фирм, соответственно, имеющие определенные вопросы и по профессиональному, по количественному, по качественному составу своих работников, по обеспечению машинами и механизмами, по наличию оборотных средств. Поэтому перебои, к сожалению, возникали и по этим моментам. Таких организаций у нас подавляющее меньшинство, все они у нас на виду, с каждой работаем очень плотно. Ну и, как показывает время и жизнь, самым действенным способом, рычагом влияния на такие организации является финансовый рычаг. Четыре брянские строительные компании обманывали дольщиков. Застройщики публиковали недостоверные данные о своей деятельности. Как сообщает прокуратура Брянской области, сотрудники надзорного ведомства выяснили, что ряд компаний, таких в частности, как «Универсалстрой» и «Стройдом-21», не публиковали обновленные данные в проектной декларации, которые относятся к сведениям о размере кредиторской и дебиторской задолженности и результатах финансового года. Брянск «Стройразвитие» разместила в сети проектную декларацию, однако в ней были указаны неверные данные. В частности, размер кредиторской задолженности компаний указан в два раза ниже, чем есть на самом деле. По итогам проверки прокуратура возбудила против руководителей данных строительных компаний дела об административном правонарушении. Литературная газета «Советский спорт» и «Комсомольская правда» – привычные места покупок печатной прессы, киоски «Союз печать» забили тревогу и привлекли внимание к своей проблеме региональных властей. Как оставить печатные здания в свободном доступе, придумывала выездная комиссия. Подробности в сюжете Андрея Мамошина. Еще совсем недавно этот киоск обеспечивал людей свежей прессой. И теперь он здесь, на так называемом кладбище киосков. Купить пирожок или гамбургер мы можем на каждом шагу. А что же делать с информационным голодом? Попробуем достучаться. В 2011 году у «Брянск-Союз печати» была возможность застолбить места, добиться внесения киосков в постоянную дислокацию. Однако момент был упущен. Все подумали, договоры продляются по инерции и исправно платили аренду. В 2016 году киоски попросили с насиженных годами мест. На сегодняшний день мы получили 61 уведомление. То есть это уведомление об освобождении земельных участков, на котором расположены наши киоски. Восемь из них уже по решению суда в Окинском районе демонтированы. Основная причина, что у нас нет договора на размещение, теперь на размещение, на землю. С 2012 года мы стараемся решить эту проблему. Ситуацию с киосками для прессы взяли под контроль в правительстве области. В рейде по экс-местам «Союз печати» принимали участие представители управления строительства и благоустройства городадминистрации, торговли по Фокинскому району, управления имущественных отношений, департамент внутренней политики области. Следующим этапом мы своевременно не освободим. Это понятно. Во-первых, это по срокам невозможно. Это большие финансовые затраты. Во-вторых, я буду до последнего бороться, чтобы жители города Брянска могли своевременно покупать, имели возможность такую покупать свежую прессу. Приехали на первую точку и выясняется, на том месте, где по закону убрали «Союз печать», стоит ларек с пирожками, который, к слову, также находиться там не должен. Однако запах типографской краски сменили ароматы печеных булок. И самое главное, никто не против точек быстрого питания. Но если одним можно, почему другим нельзя? Так вот, объясните мне, пожалуйста, сейчас есть объявление в адрес и «Союз печати» и в адрес «Фокинская администрация» в какого плана? Что мельница на данный момент, на том месте, где раньше находился киоск «Союз печати», разместила свой киоск. Они заняли их место или они стоят в своем месте? Они заняли их место или не заняли? Вопрос. Такой информации я на сегодняшний день дать не могу. Потому что, насколько я знаю, мельница здесь не должна стоять. Вопросы продолжились. Улица Минджинского рядом с гимназией номер один. Здесь стоял киоск «Союз печати». Причем стоял 20 лет минимум. Какие нормативы были нарушены? Почему киоск все-таки убрали? Опять-таки, внятного ответа нет. Киоск на остановке возле железнодорожного колледжа тоже не попал под нормативы. Убрали. А пирожки неприкосновенны. Эти ларьки продолжают работать. Хотя, для всех нормы одинаковые. Определяется наличие или отсутствие инженерных коммуникаций. Как подземных, так и наземных. И когда эти коммуникации присутствуют, естественно, в их охранных зонах запрещено размещать какие-либо объекты. С «Союз печати» будем работать и дальше в рабочем порядке. Стараться определять им подходящие места. Но, думаю, что надо отметить, что власть городская относится ко всем объектам одинаково. Будь это «Союз печать» или индивидуальный предприниматель, или еще какое-то юридическое или физическое лицо. Правда, сейчас подходящих мест нет. Так ответили в управлении по строительству городадминистрации. У нас 300 работников, которые останутся без работы. За этими людьми стоят семьи, дети. Почему на это не обращается внимания, я не понимаю. Тем более, что есть закон о доступности печатных изданий населению. Согласно постановлению правительства России номер 291, на 588 жителей должен быть один киоск по распространению печатной продукции. А в Фукинском районе жителей 80 тысяч. И многих новость о вытеснении киоска в «Союз печати» возмущает. У нас очень много поколений пожилого поколения, у которых нет возможности получать информацию по интернету. Такая возможность есть только у молодежи. Поэтому я считаю, что надо думать прежде всего о наших родителях. Вот он, последний киоск «Союз печать» в Фукинском районе, оставшийся в схеме размещения стационарных торговых объектов. Есть еще три, но скоро они присоединятся к своим товарищам по несчастью на кладбище киосков. Так что, пока есть возможность, воспользуемся. Советский спорт, пожалуйста. Итог рейда – разработка пути решения проблемы. Без вмешательства региональных властей город элементарно не выполняет федеральный закон. А потому меры по спасению «Союз печати» срочно будут рассмотрены на уровне правительства области. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск. 130 брянских долгожителей получат персональные поздравления президента России Владимира Путина. Глава государства поздравит тех, кому исполняется 90, 95 или 100 лет. 79 из них уже отметили день рождения. Как рассказали в Брянском отделении Пенсионного фонда России, большинство юбиляров – женщины. Мужчин среди именинников – лишь четверть. 117 жителей области отметят свой 90-й день рождения, 13 – 95-й. Треть долгожителей – жители Брянска и Брянского района. Среди юбиляров есть и люди с необычными редкими именами, такими как Неонила, Стефанида, Ида или Христиана. В Хрустальном зале областного правительства представители власти встретились с участниками всероссийских молодежных форумов этого года. Журналисты, блогеры, художники и студенты. Творческая мыслящая молодежь поделилась своими проектами и впечатлениями. Итоги встречи у Евгении Павлюковой. Территория смысла в Балтийске, Артек и Туруп, Таврида, Владимирская и Калининградская области, Дальний Восток и Крым. Эти форумы посетила творческая молодежь со всей России, в том числе и представители Брянского региона. За вами будущее. И вот мы сидим сейчас в президии, такой авторитетный президиум. Вы знаете, у меня такая мысль, что пройдет не так много времени, и многие из вас займут места в президиуме. Вы будете работать в правительстве, вы будете работать в областной думе, вы будете продвигать все самые современные проекты. Одна из участниц встречи, Валерия Васечкина, побывала на форуме «Территория смыслов». В хрустальном зале девушка представила свой проект – программу по обучению водителей в автошколах. Студентка БГУ Александра Каландина этим летом стала участницей одной из смен Таврида. Девушка – будущий преподаватель изобразительного искусства. Ее проект «Брянский мамонт» сегодня известен многим. Этим летом на форуме «Территория смыслов» побывала и наша коллега, ведущая ЛАФ-радио Елена Лыщицкая. Мастер-классы, интересные семинары и встречи. Итогом поездки стали не только яркие впечатления, но и реальная возможность учиться дальше. Всего на смене у нас было более тысячи молодых журналистов. И всего лишь порядка 20 наградили действующих журналистов, наградили сертификатами, в том числе и меня, на право прохождения курсов повышения квалификации в МГУ по направлению политическая журналистика. Это абсолютно бесплатно. В этом году во всероссийских образовательных форумах приняли участие 86 юношей и девушек из Брянской области. Представители власти отметили, что аналогичные муниципальные и региональные форумы должны привлечь к творческой работе значительно больше одаренной молодежи. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров, События Брянск. На Брянщине работают одни из лучших терапевтов России. В столице состоялась презентация первого рейтинга терапевтов России. Отличились в нем и брянские медики. Рейтинг составляли при участии правительства Российской Федерации, Минздрава и Высшей школы экономики. Выбирали 500 лучших специалистов из 69 российских регионов. В рейтинг включено почти 47 тысяч врачей-терапевтов. Их работа оценивалась на основе данных смертности, числа госпитализации, вызовов скорых и диспансеризации. Специалисты включали в список претендентов тех, на участках которых не менее 50% прикрепленного населения имеют возраст от 28 до 57 лет. В рейтинге участвуют участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. Брянск в рейтинге лучших терапевтов представили Галина Бархатова из Суземки, Оксана Белоглазова из Клинцов, Ирина Бондарева, Николай Галузов и Виктор Коновалов из 4-й городской поликлиники. В российском правительстве полагают, что благодаря появлению рейтинга пациенты смогут, наконец, выбрать своего участкового врача осознанно. Татьяна Жукова, События Брянск. 19 октября в день лицея свой 26-й день рождения отметил и Брянский городской лицей номер 1 имени Пушкина. За прошедшие годы более 500 юношей и девушек пополнили ряды лицейских выпускников. Среди них более 100 медалистов. Все они смогли поступить в самые престижные вузы страны. На праздник в лицей приехали представители союза лицеистов из Смоленска и Железногорска, преподаватели МГУ и коллеги из города и области. В свой день рождения лицеисты принимали поздравления от главы города, заместителей губернатора и других официальных лиц. Напомним, 19 октября, 205 лет назад, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране императорский царско-сельский лицей. В четверг, 20 октября, в Брянской области пройдет проверка системы оповещения. Управление МЧС предупреждает, что сирены загудят в период с 14.35 до 15.00. Услышав звук сирены, рекомендуется включить телевизионные приемники на телеканале «Россия-1», радиоприемники на волнах «Радио России», «Радиомаяк» и прослушать сообщения оперативного дежурного гражданской обороны Брянской области. В областном центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» стартовал первый тур Высшей лиги чемпионата России по гандболу среди женских команд. В гости к сельцовскому «Соколу» приехали коллективы из Екатеринбурга, Ярославля, Звенигорода и Санкт-Петербурга. Открывал пятидневный игровой марафон поединок «Сокола» и «Звенигородской звезды». К сожалению, финансовые трудности, охватившие в последнее время весь российский спорт, не обошли стороной и гандбол. На старт нового сезона Высшей лиги вышли лишь пять команд. Вместо покинувших турнир коллективов из Воронежа и Волгограда состав участников пополнила лишь команда из Екатеринбурга. Судя по всему, изменится в стартовавшем чемпионате и расстановка сил. По крайней мере, первый поединок турнира показал, что проходных игр и откровенно слабых соперников в этом сезоне не будет. Может, для девочек наших сюрпризом это оказалось. И с нашей стороны, с тренерского состава мы все это практически знали, мы просто предполагали, как это всегда бывает. Потому что есть тенденция все-таки расти. Если мы где-то, некоторые игроки у нас в развитии остановились, то у них на площадке было видно, что они растут. Именно недооценка соперника, по мнению тренерского штаба «Сокола», и стала основной причиной неудачного старта нашей команды. Поединок против «Звезды», которую еще полгода назад гонболистские «Сельцо» переигрывали с двузначной разницей в счете, многие посчитали своеобразной разминкой. Правда, у гостей на этот счет было свое мнение. Настораживающие плюс два в пользу «Звезды» к перерыву сменились на плюс пять, а затем и на плюс семь по ходу второй половины встречи. В какой-то момент игра у «Сокола» совсем расклеилась. Мы последних десять дней посвятили технико-тактической подготовке, но получилось так, что это все на смарку. То есть практически у нас не на ком наиграться, нам не на ком сделать спарринг какой-то. Со вторым составом у нас второй состав слабый, все получается. Здесь, увы, у нас это не получилось. Если мы надеялись больше на молодежь, чтобы она... Сейчас пришлось ветеранов возвращать, Попову, Шатилину, которые, увы, не показали своих защитных действий, потому что в основном мы пытались как бы и в разборе перед игрой, мы настраивались именно от защиты сыграть, но, увы, не получилось. Как итог, 31-35. Первое поражение «Сокола» в чемпионате. На исправление ситуации у наших девушек еще есть время. Гандбольные баталии на паркете спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» продлятся вплоть до воскресенья. Дмитрий Кузнецов, Владимир Шалободов. События. Брянск. На нашем сайте губерния.тв вы можете посмотреть все наши новости и программы. Также присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбук. Телефон редакции 306-696. Моя часть выпуска на этом завершена. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Эго! Эгоист! Эгоист! Эгоист!